Всем доброе утро! Едем на очередную рыбалку. Сегодня в планах половить белого хищника. Конец лета, вода начинает остывать и активность хищной рыбы, в том числе и белого хищника, возрастает. Это лето было у нас очень сильно жарким, вода нагрелась до каких-то рекордных температур просто, я не знаю. Но рыба в средине лета была очень по силу, но оно и понятно, вода реально суп. Сегодня мы проверим несколько точек, где периодически проявляет активность рыба. Конкретно будем искать жереха, езя, головля. Давно мы этих ребят не ловили, поэтому я думаю, что сегодня мы утреннюю рыбалку посвятим именно им. Ловить будем средней снастью, так скажем, лайтовой. На небольшие приманки это будут у нас космастеры всяческие блесны, какие-нибудь, наверное, пилькеры, возможно, маленькие воблеры. Посмотрим. Рыба достаточно осторожная, аккуратная, поэтому необходимо применять деликатные снасти, так скажем. Никаких грубых оснасток, возможно, даже поводок из флюра нам сегодня пригодится. Потому что, повторюсь, рыба очень осторожная. Рыбалка городская, то есть такой как бы прессинг присутствует неслабый. И те рыбы, которые еще у нас остались в живых, они, я так скажу, что с приманками рыбаков уже, я думаю, знакомы и не раз. Потому что много случаев слышишь последние вот две недели, что видели, как рыба играет, рыба бьет. Но какие-либо приманки применяли, она либо не берет, либо вообще полностью уходит на дно и перестает реагировать. То есть явный признак того, что рыба осторожная и далеко не каждую приманку она будет атаковать. Но сегодня мы сами в этом увидимся, посмотрим, как вообще дела на воде обстоят. Потому что, честно говоря, уже три недели, наверное, я не был на реке, были дела, и вот наконец-то получилось выбраться. Вот, друзья, приехали мы на плечал. Люди тут вот такие вот домики делают. Очень удобно, не надо ехать домой, или наоборот, нужно приехать с ночи отдохнуть, подремать и снова отправиться на рыбалку. Честно говоря, даже не знаю сегодня, какие снасти брать, поэтому, наверное, буду брать все, все, что есть. Потому что, когда редко бываешь на реке, а раз в две недели это редко, очень редко, тяжело понять, где, что клюет и вообще, какая рыба клюет. И поэтому надо быть готовым абсолютно к любому повороту событий и иметь при себе как можно больше снастей. Та-дам, тата! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы прибыли на место. Это достаточно широкая Волжская коса с глубинами порядка 6-8-9 метров. По поверхности рыбы себя никак не проявляет, но она тут определенно есть. Будем применять тактику сплава. Это когда лодка несет течение, и мы в разные стороны облавливаем приманками местность. Посмотрим. Половим часочек таким методом. Потом, может быть, что-то поменяем. Погнали. После заброса даю блесне немножко погрузиться на дно. И уже в толще воды буду сейчас осуществлять проводку. Ну вот, друзья, тут явно рыба присутствует. Надо на якорь вставать. Вот такую блесну я применяю. Эта блесна называется Катя. Прямо отчетливо видно название на приманке. Она очень дальнобойная, отлично летит. Друзья, что-то села. Живишок. Хорошо так клюнул прям бойко. Песчаная коса заинтересовала не только рыбу, но и добытчиков песка. Никогда здесь его не добывали, а сейчас вот прям баржа плывет, чтобы наполниться песком. Где они кричат, я не могу понять. А, там сверху две, не могут рыбу поделить одну. Ветерок сегодня усиливается. Ветерок сегодня, говорю, усиливается. Ну вот много рыбок попало, друзья. На, толщи воды где-то клюнуло. Сейчас я вот завидок, и мы посмотрим, кто там. Ветерок ничего не было, поэтому... Сейчас была поклевка вообще необычная. Работает Катмастер 14 грамм. Смотри, смотри, смотри. Там здоровенький сидит. Смотри, хорошенький этот. Хорош. Снимай прям воду. А, тут пропало изображение. Она в чем придет. Просто я не вижу, что я снимаю. Сперва разок щелкнул. Вот это же Эрих. Вот это монстр. Вот такой красавчик. Чуть лови дальше. Пускай тонет бресна. Ставь снова Катмастер. Поставь потяжелее, попробуй размер какой-нибудь другой. Ну, вот у нас следующая поклевка. Ну, Жарик не крупный. А Катмастер? Катмастер. Волны во какие, как на Гавайях. Сейчас посмотрим, кто там у нас. Тоже взял в толще воды. Ну, вот он. Красавчик. Такого отпустим, я думаю. Ставим, кого Катмастер сделал. Катмастер. Во! Отлично. Сейчас посмотрим. Попробуем еще по этой технологии. По этой технологии еще попробуем. Просто даем утонуть в блесне. Периодически подергиваем ее. Такие корабли вон. Огромные. Чайки теплоходов испугались. Ну, вот, видимо, такие мелкие бандиты-то и били. Ну, что-то поклевок-то нет. Мастер. Кастомастер. Кастомастер. И вот. Это бандурин. На ней на футбол можно играть. Да. Буксир. Трудяга. Дмитрию мы поменялись на Кастмастер. Порядка 28 грамм. Я думаю, где-то и мушка. Провод. Сегодня боя как бы жрехового такого нету. Поэтому выдумываем. Ну, да, вот видно. Проводилка и влесна. Красота. Но боя нет. Редкие испытки одиночные. Там вот под той стороной на судака в ответ плавают ребята. Раз, два, три. Три лодки. Там четвертая. Три лодки. 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 ну вот друзья у нас очередная поклевка стоит только камеру выключить как обычно стоит только камеру выключить и кто-то клюет вот отличный решок да сейчас я его спиннингом подниму за край пасти ему повезло да ну сошел такого может быть и можно было накопчение взять да ну ладно какой-то шанс у рыбы тоже должен быть скайтонет все в толще воды поклевки чайка у нас бесится да вот вот такая же несколько оборотов потом паузы жерих то есть просто он почему-то это на поверхности не присутствует паразит держит дистанцию дистанцию держит не дает были близко с лодкой не плечется тихо 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 эмоции миллион человека первой жире в жизни дмитрий тихо 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 траток патчут все тащи первый жире человека подводку он леску не перетер Ну наконец-то, я рад, что у нас у Димка случилась хорошая поклевка Жерих, видимо, неплохой, ребята Спинен гнет прямо изрядно Смотри какой хороший-хороший Двушка точно Тихо, больше не подматывай, а то не возьмем Буря эмоций Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Поближе ко мне Тише-тише-тише-тише-тише-тише Родимый, родимый Блин, толстый, не обхватить Давай сюда, еще Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Блин, сильный какой-то Посмотри, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо- Поклёвка, ребята, просто чёткая поклёвка, да. Включил, как шарахнет. Самоуверенно, тип клюнул. Сожёл! Отвалился, да. Хороший был, не знаю. Мать её за мной. Тройник маленький, если спрос. Тут у меня тройник маленький. Ну, такие дела, как вы без валидола на рыбалку ездите? Давай, да, подряд. Потому что они клюют не вдогон, а навстречу, в течение. Навстречу он клюёт. И, соответственно, у него это... Даже не посмотрели на него. У меня ещё форсировать начал. Вылаживание. Канал. Класс. Так, глубина у нас, тем временем, сколько? Попробуем монотонную проводку. Такую прям... Еле-еле. В самом деле. Приманиваешь? Блика планирует. Планирует, планирует. Ну, вы сами всё видели. Да, только я не пойму, кто. Может быть, может быть, окунь. Потому что проводка и медленная была. Нет, я потрясывал. Кто-то головой трясёт. Мне такое чувство, что это всё-таки окунь. Как-то на жериха не очень похоже. Покажись, кто ты, демон. Опять сошёл, что ли? Опять сошёл. Да, кошмар. Хороший что-то было. Ну вот, третий сход. А-а-а-а, я сейчас просто выброшу спиннинг. Кто-то странный, потому что жерех рывки делает, а этот головой тряс. Я думал, что всё-таки это очень крупный окунь. Опять сошёл. Так же кричётся. Рыба. Я очень постараюсь её плавно поднять. Чтоб мы с вами хотя бы посмотрели, кто это. Да. Вот я тебе и говорил. И то были окуни. Хорошенький. Вот он собакой клевал. Отпустим его, я думаю. И в стране с тем, что у нас сошло. Как я тебе сказал, что там окунь, скорее всего, был. По сопротивлению. Да. Не знаю. Не знаю. Хотя странные рывки. Тима, блин. Как эмоции переполняют. Только поклёвок и вот этого вывести, чтобы посмотреть. Ну, пожалуйста, всплывай. Ну, кто ты? Кто ты, кто ты? Кто ты, мой хороший? Не хочет вообще всплывать. Вообще не хочет всплывать. Ребята, всплывать вообще он не хочет. Давит, давит, давит. Ну, что, там лезть, что ли? Окунь должен быть, по идее. Тихо. Кто это? Это жерех. Жереха мы не будем с ним баловаться. Небольшой жерешок ударил. И клюнул как-то там вообще заглаз, что ли. Нет. Затылок. Я хочу только сюда кидать. Сейчас оно у нас всё утонет там, как положено. Ну, что... Ну, что? Ну, что? Ну... Ну, что... Опять давит Окунь Огромный, или кто это? Кто это? Это голавый По моему огромный голавый Офигеть Голавый Тихо Это очень круто Огромный лобастый За ней Огромный голавый Просто машина Красавец Огромный 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 Ох Вот это монстр Это дища Я таких еще не ловил Огромный 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 Основной Посмотрим Сокурный Огромный Когда посаживаем Не форсирует Чтоб не форсирует Не пугает Что-то тяжелое конечно Идет сами видите как Так вот у двери он там у нас пошлет Лещ что? Лещ? Да ладно Похоже забок да? Да забок Да Угу Забачила Вон красавчик Хороший лещ какой Смотри гальчик Ух ты Ух ты Ух ты Подкусный Да такой Нам лещи не нужны Все Ну вот и подошла к концу наша рыбалка Больших улов сегодня не было но она была очень интересная Клевала абсолютно разная рыба У нас попадались и Жерих И ездя хорошего поймали И окунь был Вон всякий творит Вон жерих жерих Сбьется Просто уже пора ехать домой Вон след Ага 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 Продолжение следует... Ну вот и закончилась наша сегодняшняя рыбалка. Было поймано не такое большое количество рыб, но сегодня рыбалка была разнообразной. То есть у нас попался окунь, у нас были и мелкие жерехи, и сходы какие-то, и лещ даже был. Вот такую вот гилья, мы красавцы поймали сегодня. Ел такие вот жереха, тоже отличные. Трудовая рыбалка, но рыба того стоила эта, экземпляры хорошие. Все, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин